МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2001 году поздней ночью супружеская пара ехала по загородной трассе в сторону Белгорода. В свете дальних фар автомобиля мужчины и женщины увидели, как из леса выходит некое существо. Водитель притормозил, предположив, что дорогу намерено перейти одной из крупных лесных животных. Но когда муж и жена пригляделись, их обуял суеверный ужас. Некое существо, прямоходящее, почти два метра ростом, с головой животного, какого-то похожего на волка или медведя, переходило дорогу. Супруги явственно разглядели руки и ноги, прикрытые рваной одеждой. Существо брело, как человек, не обращая внимания на путешественников. По признанию находившихся в машине, если бы оно посмотрело в их сторону, они могли умереть от страха. Конкретно физическое тело достаточно массивное, четкое, без всяких изъянов. И при этом была у него волчья голова. То есть это, я так понимаю, какой-то целенаправленный генетический эксперимент. В тот период местные газеты пестрели новостями о фактах нападений на людей, неизвестных крупных хищников. Убийства сопровождались невиданными ранее зверствами, что было не характерно для обычных обитателей тех лесов. Неужели оборотни все еще существуют? В непроходимых дебрях лесов под Скуодосом на территории Литвы есть нехорошее место. Издавна оно считалось территорией оборотней. Даже днем мужчины из окрестных селений не ходят сюда без оружия. А женщинам и детям вход в проклятую чащу строжайше запрещен. Я бы вам все-таки не советовал дальше ходить. Вернитесь лучше. Шаруна с Юркус не понаслышке знает, чем опасен таинственный лес. Он попал сюда пятилетним ребенком в компании старшего брата. В советское время не верили в нечисть, и дети не сразу поняли, с кем столкнулись. Мы с братом шли за хлебом, мать нас послала. Вот там. Не то чтобы вечер был, так смеркалось чуть-чуть. Солнышко уже залез, немножко опустилось, такой тенек был. В лесу царили холод и мертвенная тишина. Мальчики робко переступали по мху. Им казалось, кто-то постоянно наблюдает за ними. Внезапно в десятке шагов впереди возникло странное существо. Помню, что что-то такое мохнатое, серо-коричнево-рыжее такое, то ли прыгнуло, то ли как бы подлетело так с дерева. И брат, помню, так стиснул руку мне в этот момент, и как вкопанный встал. Я такой, на него, а мне интересно, я хочу туда. Он меня так назад оттягивает и шепотом говорит, не двигайся. Оборотень начал медленно приближаться на задних лапах. Дети стояли, окаменев от страха, и завороженно смотрели на него. В сумрачном лесу плохо угадывались детали. Ребята видели лишь горящие глаза, словно гипнотизирующие их. Глаза, вот это, наверное, самое то, что я помню до сих пор. Они такие были серебряно-синие. Знаете, вот до серебра так и... Я, вот лично я, я почувствовал любопытство. Я хотел туда вот подойти. И знаете, вот еще было что, я не могу объяснить, эти глаза, секунду, они завораживали. Чудовище было уже в шаге от мальчишек. И тут старший стряхнул с себя оцепенение и замахал единственным оружием, которое у него было – огнем. Брат как бы, то ли зажигалка у него была, дедовская, то ли что, ну, как-то он что-то чиркнул чем-то. Оно как-то раз и в тень. И вот он тогда меня руки в руки и бегом додуман. Я, вон, волков я видел в своей жизни, поверьте. Это ж точно не волк. Это похоже на волка, да, что-то такое. Только вот, я вот морды самой не разглядел, говорю, как бы это все было настолько скоротечно и быстро. Эта встреча глубоко потрясла литовских братьев. Когда они выросли, то не захотели оставаться в родных краях. Брат Шарунаса ушел в армию, уехал по распределению и остался в Казахстане, подальше от этих мест. А сам Шарунас давно перебрался в Клайпиду и стал городским жителем. Я прожил всю жизнь с таким ощущением холода. Как бы, мне неуютно здесь, поймите. Это тянет, люблю это место, это все-таки родина, земля. Но, неуютно. Литовское княжество традиционно считалось родиной оборотней. Столица этой страны носит не случайное имя. Вильнюс, по-литовски волчий. В рассказах древних отмечается, что иногда люди совмещали жестокость бояр, вельмож с волками, с оборотнями. Что именно иногда они убивали красивых крепостных женщин, детей пожирали. Но не только эта территория сохранила культ волка. Вся Европа пронизана памятью о мистическом слиянии лесного зверя и человека. Немецкий фольксваген, он переводится как волчий вагон. А почему волчий вагон, народный автомобиль? Потому что народ германский, это не самоназвание его. Это название римское, германцы. А самоназвание этого народа было вольфы, волки. Знаменитые противники римляндаки, в переводе с румынского, это волки. Это не название племени. Лютичи, так любимые нам, это волки. Вильки, это волки. Вольфы, это волки. Геты, это волки. Готы, это волки. Хеты, это волки. Это просто на разных языках, на разных наречиях. Название волки. И начинаешь удивляться, почему же племена народности вдруг называют себя именем волк. В фондах Государственной Третьяковской галереи хранится удивительный и особо ценный экспонат. Редкая икона 16 века. На ней изображен святой Христофор. Реальное историческое лицо. Но внешность у него не человеческая. Святой Христофор он с волчьей головой. А святой Георгий Победоносец, он у нас называется волчьим пастырем. Почему святой Георгий Победоносец, святой воин и вдруг волчий пастырь? Первое упоминание о псиглавцах или волчьей головых относится к 8 веку до нашей эры. Греческий историк Гесиот писал, что это племя проживает на севере Африки. Спустя 400 лет Ктесий подробно описал племя индийских псиглавцев. В свирепых великанов на Индостане проживало целых 120 тысяч. И главный Раджа платил им дань. А потом они загадочным образом исчезли. И память о них постарались стереть. Ну, на протяжении всей человеческой истории эти два феномена самых ярких, самых кровавых, самых загадочных – это вампиры и оборотни. Они просто неотличимы, неразделимы друг от друга, потому что они очень идут рука об руку, не побоюсь этого слова, прямо на протяжении тысячелетий. Но оборотням меньше повезло, в отличие от вампиров, потому что они всегда были в тени. Они были более загадочны, более непонятны, более как-то скрыты от взглядов многих людей, потому что они были в основном где-то, ну, грубо говоря, в сельской местности. А вампиры любили появляться и в городах, в крупных селениях. Есть ли реальная подоплека у этих рассказов? Какой секрет хранят полки? Оборотни – это нераскрытая тайна природы или история средневековых заблуждений? Или же речь идет о неизвестной широкой публике науки? Ментальность волка очень близка к человеческой. Это значит, волк имеет какие-то возможности казаться человеку им же самим. Ну, то есть тоже человеком получается. Значит, есть какие-то способы общения с волками. Значит, он может этим передавать какие-то свои знания тоже, да, человеку. Волк – дикий представитель семейства псовых. Считается родоначальником современной домашней собаки. Вместе с ней он тысячи лет существует рядом с человеком. Волк не вхож в дом, однако стая всегда обитает недалеко от деревень. Даже если диким волкам хватает добычи в лесу, их по необъяснимой причине все равно тянет к людям. Что волк – это такое животное, которое очень близко по сознанию именно к человеческому. Волк – очень умное животное. Это же как собака почти, но только это собака, которая в природных условиях живет. Волк всегда находится рядом с человеком. Он от человека далеко не отходит. Там, где есть люди, там всегда есть волки. Нормальный волк никогда не нападет на человека с целью пообедать. Ученые уверены, волки знают, что люди способны обороняться с помощью оружия. Хищник не может позволить жертве себя ранить. Он пойдет искать более слабую и доступную добычу. А мистики усматривают в этом еще и духовное родство двух видов. Волк, если он встанет на задние лапы, он приблизительно размером с человека. Он весит приблизительно как человек. Геном волка и человека совпадает на 95%. Хотя у человека 46 хромосом, а у псовых 78. Информация в них близка, как у родственников. Наука считает, у людей и волков 160 миллионов лет назад был общий предок. Один из самых разумных хищников. Действительно, волки и сегодня почти не уступают нам в сообразительности. Я думаю, что внешний вид и мозг волка и человека достаточно похожий. Может быть, даже близки по объему и по размеру. Что касается вопроса, насколько человек умнее волка или волк умнее человека, то это зависит от обстоятельств. Биологический факультет МГУ проводил опыты по изучению рассудочной деятельности волков. Эти создания отлично решали задачки на примитивный счет, логику и сообразительность. У волков совершенно четко прослеживается способность к абстрактному мышлению. То есть это те самые человеческие способности. Но они, скажем так, несколько усечены, если смотреть с точки зрения человека. Потому что человек, например, может прогнозировать или планировать свою жизнь на многие годы вперед. У ученых была единственная проблема. Лабораторные опыты волкам были глубоко неинтересны. Собака может работать за лакомство и поощрение. Собаку легче обучить команде какой-то, да, или даже, может быть, добиться от нее, ну, выполнения совершенно там каких-то фантастических, не знаю, трюков, типа езды на велосипеде, да. А от волка вы никогда этого не добьетесь. Просто нет ничего, очень трудно добиться от волка то, что ему кажется нецелесообразным. Или, точнее, ему кажется ненужным для выживания. А волк, если не презирает человека, то, по крайней мере, никогда не признает его выше себя. Он не нуждается в одобрении дрессировщиков. У волков очень сложная иерархия внутри семьи, внутри стаи. И человеку практически нереально занять место лидера. Волки очень сильные животные, вот, с такой психологической точки зрения. И человеку очень сложно соответствовать волку, быть с ним на равных. Это практически невозможно. Волки не только думающие охотники. Им, как и людям, присущи эмоции. Волчья морда весьма красноречива. Биологи умеют различать более десятка мимических выражений. Гнев, злобу, страх, покорность, настороженность, угрозу, спокойствие, радость, веселье и ласку. Да, они улыбаются. Причем улыбка у них очень выразительная. Очень выразительная, поскольку у них выразительная мимика. У них выразительная мимика, у них очень подвижные верхние губы, у них очень подвижные надбровные складки. В общем, умеют. Они умеют улыбаться, умеют даже иногда смеяться. Волки разговаривают между собой Для человека это всего лишь разнообразное рычание или шипение Но из таких звуков складывается целая речь У волков еще есть целая серия звуковых сигналов Которыми они пользуются на близком расстоянии И которые обычно сопровождаются и зрительными, и визуальными сигналами тоже Интересно, но человек может тоже вступить в беседу с этим лесным обитателем Имитируя волчьи вы Молодые щенки подчас не понимают разницу между звуковыми сигналами своих родителей и охотников Именно так обнаруживают их логово Означает ли это, что волк действительно может принять человека за своего? Хоровое пение позволяет волкам ощущать себя единой группой И лучше координироваться друг с другом Это очень захватывающее впечатление, когда рядом в полукилометре начинает петь волчья семья Я думаю, там все волчатники, которые это слышали, испытывали желание как-то в это влиться, втянуться И когда ты первый раз пробуешь семитировать волчевое, тебе волки отвечают Ты понимаешь, что да, это здорово Изучение волков породило гипотезу, что эти существа в ходе эволюции Не утратили сверхъестественные качества сегодня недоступные человеку Строение их мозга позволяет допустить у них наличие телепатии и гипноза Вот этот некий гипноз такой вот, их воздействие на человека Ведь, в принципе, это известно у животных, что сначала животное побеждает тебя своим духом Только потом уже силой Вот в волках что-то такое существует С этим согласится любой охотник, который однажды встретился взглядом с диким волком Стою в задумчивости, ружье у меня на плече, хотя снято с предохранителя И потом ее поднимаю, и так влево взгляд На брустере на этом стоит волчица Здоровенная, метров 35-40 Волчица такая горбатая И вот понимаете, что элемент неожиданности Мне даже стало как-то жутко не по себе И вот я думаю, я сразу глаза опустил, никуда не спрячешься И мне казалось, что я ружье снимаю с плеча Ну, может быть, там, часы я ее снимаю, снимаю, там, никак не могу снять Мне кажется, время проходит очень много Она как-то меня своим взглядом загипнотизировала На съемках фильма «Весьегонская волчица» Олегу Фомину пришлось породниться с волками Эта странная история изменила его навсегда После долгого общения актер убедился Волки обладают паранормальными способностями Это передалось и ему Что-то такое вот мистическое произошло на самом деле Хотя не зря вот на афишах, на дисках Очень мне понравилось Сделали на двух сторонах вот так фотоглаз «Волк» И вот так май практически там сложно отличит За главную роль в этом фильме сражались 54 артиста Дело было не в гонораре А в глубоком и драматическом сценарии Это трогательная и честная история охотника Егора Который всю жизнь занимался отстрелом волков Однажды судьба столкнула его с волчицей Главарем стаи И эта встреча перевернула жизнь человека Мистика Но в ходе подготовки к съемкам с Олегом Фоминым произошло то же самое Сначала он нашел с волками общий язык И это оказалась телепатия Не может быть Тряпок ненужных найди каких-нибудь Зачем тряпок? Подстрелить ей Зачем? Живая она Волки, они сродни экстрасенсам То есть разговаривать не надо Надо думать И думать честно Обмануть их нельзя Никаких жестов Нет Он, если я испугался Он тут же тебя глазами спрашивает Ты чего? Я не понял Вот так он смотрит У меня было полночнее, что мы разговариваем Могла бы и в меня У человека проще Совершенно точно То, что волки не то, чтобы читают мысли Но они понимают Ваше состояние Для съемок были куплены Две стаи щенят Полгода изо дня в день Олег Фомин ездил к ним В подмосковный вольер Играл, привыкал, общался Знал каждого по имени Но как только прозвучала команда Мотор, все пошло не так Снимали сцену драки охотника Со стаи диких волков Вольерных волков Впервые в жизни вывезли в незнакомый лес Потерявшиеся, обезумевшие от ужаса Съемочные волки Действительно накинулись на актера Я вижу, что от страха, от шока, от всего Я вижу, что Рома уже летит конкретно мне в лицо С открытой пастью У меня в руках топора, больше ничего А это первый съемочный день Я не могу их калечить Естественно Опять же, это все шок, страх Они начинают, я понимаю, что это уже пошел Нервный срыв такой у них у всех Другой команды у них нет А снег не дает мне быстро выворачиваться И я кручусь, это видно в картине В принципе, там все вживую делается по-настоящему Потом начался страх Потом у меня затряслись колени Потом я понял, что я, наверное, не смогу играть дальше После этой сцены стая сидела угрюмо и враждебно насупившись Олег Фомин понял От страха и непонимания волки оттолкнули его Более того, теперь актер сам их боялся И они это знали Мне кажется, что наши чувства Видимо, отражаются на нашем биополе Существовании которого никто не отрицает И вот это биополе, его структуру, видимо, звери Очень нехорошо чувствуют Может быть, даже видят Интуитивно Олег решил идти на поклон К предводительнице стаи Волчица-снежинка была в вольере меньше всех Но при этом самой умной Она не снисходила до работы с людьми в кино Актер подошел к клетке и просунул внутрь голову И обе руки, в которых были куски говядины У меня выхода нет Либо я слетаю с этой роли, либо я что-то сделаю Вот, я им протянул Они подошли, так виноваты все это съели И потом вдруг стая расступается Вот так в разные стороны И передо мной остается коридор И стоит вот эта снежинка Напротив меня И идет вот такой парад Али Она медленно двигается в мою сторону Первый раз за год Она ко мне подходит И я понимаю, что все Перед пацанами я обосраться не могу Извините Я не вылезу отсюда Я думаю, ну все, жри меня Делай, что хочешь Я говорю, я не двинусь в смысле Вот И она подошла Вылезло мне все лицо Развернулась и ушло Вот тут я пожалел, конечно, что нет пампер И тогда Олег понял Теперь волки по-настоящему приняли его Дальнейшие съемки проходили без эксцессов Пока однажды из-за технических заминок С доставкой волков артистов На площадку не привезли чужого волка Он покусал исполнителя главной роли Раны зажили Но вскоре актер почувствовал странные изменения Где-то недели через две, наверное Съемочного мне гример сказал Олег Борисович, а что это у вас Вот здесь на лбу растет? Я говорю, в смысле? Он говорит, а почему черные волосы? Я говорю, ну, может, седые? Он говорит, нет, 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 черные Я говорю, ну выдерни, Леша И он берет пинцет, и я слышу хруст Он говорит, они не выдергиваются, они ломаются С тех пор клок черной шерсти на лбу вырастает с завидной регулярностью Обратиться к врачам Олег Фомин побоялся Коллеги смеются, каково ему в полнолуние И спешат до полуночи убежать, восвоясь Шутки шутками, но сверхъестественная способность читать мысли У Олега только усиленность В театре знаю, где у меня В каком ряду кто опустил глазки в программку И когда он их поднял обратно Это нормально И экстрасенсы приходили, смотрели Говорят, да, молодец, да, три поля работают Шарашишка Прости Есть версия на грани науки и фантастики Которая может объяснить происшедшее с Олегом Фоминым За экстрасенсорные способности человек отвечает Так называемый третий глаз, эпифис Или шишковидная железа Этот крошечный орган находится в центре головного мозга Медики установили, что он регулирует выработку гормонов сна, счастья и восстановления клеток Предполагается, что эпифис влияет на всю гормональную систему Которая управляет в том числе ростом волос Возможно, развитие паранормальных способностей Может дать кратковременный сбой в программе волосяного покрова Есть, конечно, и более приземленное объяснение Это просто очень сильный стресс Который вызывает гормональные перестройки в организме человека Которые могут проявляться в том числе изменением роста волос Там, окраски волос и так далее Сверхъестественного в этом ничего нет Однако, как быть с так называемым синдромом оборотня Или болезнью гипертрихоз? Во всем мире сейчас отмечено около сотни случаев рождения детей С повышенным волосяным покровом Это юная жительница Таиланда, попавшая из-за своего недуга В книгу рекордов Гиннеса И три сестры из индийской глубинки Отчаявшиеся когда-либо выйти замуж И мальчик Аблай, и многие другие Их называют дети волка и считают проклятыми Необычных способностей за ними не замечено Мне нравится машина Аблай родился в одном из горных районов Казахстана Он с ног до головы покрыт шерстью Дайте один мороженый Найдана мороженый, пожалуйста За что? Просто так Мальчик обладает большой гибкостью Имеет замечательные способности и удивительную интуицию Он здоров и мыслит как человек Хотя его тело отличается от обычного организма Сказать от обезьяны, он у него очень похож А вот какой механизм запускает мутацию Медики сказать не могут Часто синдром оборотня передается по наследству Но иногда возникает сам собой по непонятной причине Возможно, это всплывает глубокая генетическая память Об общем предке человека и волка Вот эти явления, которые встречались на протяжении веков В селах и в городах Они, конечно, заставляли людей думать о том Что существуют такие оборотни Глаз волка по строению схож с человеческим Однако лесной хищник имеет в глазном дне Светоотражающий слой Он отражает мельчайшие отблески И поэтому волчьи глаза горят в темноте Этот принцип преломления лучей совершенен И используется нами в дорожных знаках Также опыты доказали, что глаз волка Может улавливать едва заметные сигналы В невидимых для человека спектрах Инфракрасном и ультрафиолетовом Именно в этой сфере и предполагают наличие ауры человека Призраков и иных обитателей тонких миров Он видит мир по-другому Как бы в другом измерении практически видит мир И когда волки загоняют свою жертву Как бы ни было это печально Но они не только животными инстинктами руководствуются Они также очень используют тактику Для того, чтобы поймать животных Возможно древние люди догадывались О сверхъестественном качестве волков Видеть потусторонний мир На очень раннем этапе человеческой культуры Волка иногда удавалось приручить Он был спутником охотников по жизни и даже после смерти Волка хоронили вместе с его хозяином И считалось согласно преданию Что именно волк с его... Или собака в других случаях С его нюхом Может привести покойника в мир предков Но самое главное Он может через некоторое время Когда душа переродится Вернуть его обратно в человеческий мир Поэтому собаку или волка хоронили с его хозяином В некоторых культурах Вера в способность волков путешествовать по миру мертвых Дарит археологам удивительные находки Археологи могут выкопать скелет человека А головы у него нет А вместо головы, например, голова волка Череп волка То есть это могли специально сделать люди Когда захоранили человека Голову он потерял где-то в бою Но у него был тотем волка И они ему тотемную голову и положили И конечно, если представьте В средневековье Какие-нибудь люди наткнулись на такую могилу И такую выкопали Тут как бы сто процентов уже Оборот не существует Наука считает, что генетически Скрестить примата и представителя семейства псовых Сегодня невозможно Те самые пять процентов генома Которые и отличают человека от волка Не позволят выжить гибридному существу Однако генная инженерия делает большие успехи Еще несколько десятилетий назад Было немыслимо представить Засухоустойчивую кукурузу с геном скорпиона Марозостойкие помидоры со встроенным геном камбалы И другие модифицированные продукты на нашем столе Научная фантастика Научная фантастика, предсказавшая спутники и подводные лодки Подарила нам также Ихтиандра и Шарикова Нельзя исключать, что оборотни Давно уже созданы в секретных лабораториях Такие эксперименты проводились Сейчас это, я уверен, что тоже производится Только это, естественно, от общественности скрывается Потому что это нарушает многие права человека В том числе Ну, то есть это является, скажем так За пределами моральных норм современного общества А такие эксперименты всегда привлекали ученых Которые в этой области специализировались Поэтому я уверен, что подобные случаи имеют место быть Если бы человек имел зрение, нюх и пластичность дикого зверя Это был бы неуязвимый и бесстрашный воин Собственно, именно этого и добивались люди в древности Копируя поведение волка И моля силы природы подарить им часть волчьей сущности Самые полезные практики для людей Это практики, связанные с какими-то волчьими повадками Или с волчьей жизнью То есть для человека Образ волка – это как бы способ выживания И если, допустим, человека научить выживать С помощью волчьих каких-то навыков, волчьих знаний Он по жизни может потом до самой смерти Быть очень сильным человеком Владимир Бологов изучает волков более 20 лет И считает, что люди не зря приписывают им сверхъестественные способности Когда ночью едешь на машине И в свет фар попадают волки То ты видишь не волка, а его силуэт И такое впечатление, как будто волк просвечивается фарами насквозь И вот это может способствовать тому, что человек теряется в этой ситуации То есть он вроде бы видит зверя И в то же время он не всегда его может четко выделять из окружающей среды Однажды зимой он приехал в центральный лесной заповедник Где часто наблюдал за волками Вечером в избушке егеря ученый остался один И при свете свечи работал над дневниковыми записями Вокруг на свободе бродили волки И Владимир иногда слышал их волки Вдруг его охватило ощущение, от которого мороз пробежал по коже Я поймался на мысли, что на меня кто-то смотрит Ученый медленно поднял голову и посмотрел туда Он увидел за окном силуэт существа величиной с человека Лохматый загривок, когтистые лапы на подоконнике В следующий момент Владимир Бологов облегченно выдохнул Это же его питомица Волчица, которая встала на задние лапы И смотрела, что делает человек Это была волчица из двух волков, моих волков Стояла на задних лапах и смотрела на меня в упор И все же это было странно Биолог знал, волки не ходят на задних лапах Любой зоолог, волковед Скажет, что волки практически не встают на задние лапы В отличие от медведя Но потому что они другие Это другое семейство Не медвежьих, а псовых Взгляд волчицы в ночи казался настолько жутким Что хотелось зажмуриться и убежать подальше Будто темнота подарила ей некое таинственное качество Заставляющее думать Перед тобой не просто лесной хищник Я видел вот эти зеленоватые, пустые, какие-то бездонные Такой взгляд откуда-то, не изнутри Я даже не могу назвать это взглядом Я понимал, что на меня смотрят Но когда я это увидел, я немножко оцепенел Потому что при свете свечи Вот эти глаза в окне То есть я видел волчью морду Ну не целиком, а частично И два таких бездонных глаза То есть какие-то зеленоватые пустота Которые не имеют ничего Владимир Бологов иногда гулял светлыми ночами При полной луне В окружении своих питомцев-волков Которые выросли рядом с человеком В волшебные моменты полнолуний Обострялась таинственная связь Между ним и зверем В полнолуни Из-за мной шли волки То я понимал, что я знаю, кто где Какой волк ближе ко мне, какой дальше Какой справа, какой слева При том, что я их не видел И когда я поворачивался, я оказывался прав Можно ли назвать это телепатией? Или мистическим духовным слиянием Существа дикого и цивилизованного? Или же так раскрываются Сверхъестественные способности Которые волки сохранили А человек почти утратил В ходе эволюции Наука пока не знает ответ Возможно, мы не полностью Можем раскрыть свои чувства В нормальных ситуациях В определенных ситуациях Да, но когда создаются такие Ну и критические или специфические условия Наверное, мы можем Чувствовать немножко больше, чем знаем Да, или понимать немножко больше, чем знаем Или как-то раскрываются Какие-то наши способности Когда мы можем видеть закрытыми глазами Волк далеко не самый быстрый Или сильный хищник на планете Его размер и мускулатура Не позволяют гнать жертву долгое время Поэтому волки охотятся стаей И загоняют добычу в круг Не случайно волка называют санитаром леса Он в первую очередь уничтожает Больных и слабых животных А молодняком лакомится при случае Его обоняние и слух Также далеки от совершенства Волк не сможет услышать косулю На расстоянии многих километров Но он понимает, что карканье ворона Всегда означает наличие падали И часто ориентируется по нему Убить волка невероятно сложно Он не только слишком умен И обходит все ловушки Не видя и не слыша человека Волк знает, где тот находится Волка увидеть сложно Волк вряд ли выйдет к тебе навстречу Это надо живому волку очень сильно постараться Чтобы он тебя не почувствовал, не заметил Это уже я теперь понимаю Застать врасплох нереально Русалина Селентай Суварская шаманка Много лет, начиная с рождения Она жила обычной городской жизнью Но пришла пора духовной зрелости И почитаемые шаманы сказали Она готова Ее энергия должна служить людям Знания своего народа есть Знания каких-то трансовых Медитаций Это все есть Знания леса, природы есть Не теряешься в пространстве Значит, все, значит, ты шаман И я начала уже постепенно вспоминать себя Кто же я на самом деле Так для Русалина открылся дивный мир природных духов И неограниченных возможностей Шаманы знают У каждого человека или рода есть свой тотем Незримый дух-покровитель в тонком мире Как правило, он носит облик животного Волк – самый сильный образ тотем Шаман может обратиться к образу волка Чтобы набраться сил для путешествия в мир мертвых Или для уничтожения врага Волк для шамана – это один из обязательных проводников Так как волк является неким медиатором То есть волк находится на перепуте между мертвыми и живыми И он является проводником в мир мертвых В разных частях земного шара Об этой способности псовых складывали одинаковые мифы и легенды В Древней Греции трехглавый пес Цербер Охранял вход в загробный мир У индейцев майя существовало поверье Что на тот свет человека сопровождает красная собака-поводырь Древнеегипетский бог Анубис С головой шакала и телом человека Был проводником умерших и покровителем некрополей Он, в принципе, собака, полугиена Но так как там для широты Египта В принципе, это созвучно слово «волк» И, в принципе, слово «оборотень» можно ассоциировать уже с этим Анубисом Как медиум-медиатором между миром живых и мертвых И во всех легендах, во всей мифологии всего мира Он именно в этом образе и представлен Самое как бы древнее изображение Вот получеловека, полуволка Вы как раз увидите на египетских именно Стеллых там или фресках Это человек с головой Вот с черной головой такой Ну, собака с этими мышами Ну, собака-волк, можно сказать так Практически оборотень Это как реальное? Или это все-таки что-то? Это египетская мифология Волк – это животное, которое приходит из мира предков И в которое вселяются души предков Чтобы о чем-то или предупредить своих потомков Или посмотреть, как они живут Существует техника открытия тотема Придя к шаману, человек может пообщаться Со своим природным духом-покровителем А потом научиться черпать от него силу Но эта забава не для всех Дикий и необузданный тотем-волка Может подчинить себе человеческое начало Это и произошло однажды на сеансе Русалины Женщина обладала тотемом-волка Введенная в транс Она стала вести себя как зверь Изрядно напугав окружающих Шаманы не верят в оборотничество Когда тело человека трансформируется в волчье Им известно другое Люди с тотемом волка от природы умны, сильны и жестоки Но во власти своего духа становятся неуправляемыми монстрами Такие случаи можно назвать астральным оборотничеством Имеющий волчью суть приобретает все ее сверхъестественные возможности Это зверь в людском обличье Который может даже обмануть восприятие окружающих Наука может объяснить этот феномен лишь применением гипноза В состоянии транса левое логическое полушарие мозга отключается Работает правое, управляющее образным мышлением В этом состоянии мозг воспримет человека в образе волка Как настоящего хищного зверя Замечено, гипнозом обладает и сам волк, и человек с волчьей душой Но с помощью каких-то энергий, с помощью того же самого гипноза Ведь собака на человека влияет Недаром же они так похожи бывают Всегда можно по собаке сказать, кто ее хозяин Иногда астральный оборотень Это человек, который сам загипнотизировал себя Известно, что войти в транс можно, глядя на неяркий источник света Например, полную луну Снимается барьер сознания И в тело человека проникает посторонняя астральная сущность Это своего рода одержимость волкам Такая вещь, как подселение части психики Части как бы вот астрального тела животного к человеку Ну и как будет себя вести эта часть Еще неизвестно Может она будет пассивная Может она будет агрессивная Может она начнет захватывать психику человека Внутреннюю его Побуждать что-то сделать Шаманы умеют не только впускать в себя Или другого человека волчью суть Они наоборот могут вселить свое сознание в тело волка Находясь дома, шаман одновременно будет видеть глазами зверя Чуять, слышать и бежать вместе со стаей Так достигается еще большее слияние с тотемом волка Шаман во время камлания Выходит с своего тела Вселяется в волка Который либо держится при доме шамана Либо который живет в лесу Волк может преследовать Духа болезни Преследовать и уничтожать Вот для этого шаман входит В тело волка Или становится человеком-волком То есть приобретает посредством камланий Дополнительные животные качества Чтобы унюхать и загрызть Болезнь Не только шаманы Умеют воплощаться в волка Это скрытая способность каждого из нас Например, во сне человек может почувствовать себя в волчьей шкуре И часть его сознания будет управлять четвероногим телом Такой волк будет вести себя странно Передвигаться на задних лапах Искать общество людей Или с дьявольской хитростью уходить от капканов Люди, которые обладают способностью выходить в астральном теле Это может быть природное Может быть наследственное А может быть и приобретенное, развитое То есть Человек, какую-то часть своего астрального тела Или вообще все астральное тело Пока физическое тело там дремлет Пребывает в состоянии покоя Способно куда-то посылать И сохранением, например, разумного некоего начала Это может быть просто Ну, допустим, какое-то облачко Волки живут семейными кланами Внутри царит сложная и строгая иерархия Руководит стаей волчица Ее муж и старшие сыновья Основные охотники Волки однолюбы Выбирают себе пару на всю жизнь И заводят другого партнера Только в случае смерти первого У волков очень сложные семьи Собственно, начинается все с пары Когда встречается самец и самка У них рождаются детеныши Детеныши не сразу покидают семью Они живут вместе с родителями На их семейном участке И может набираться там 2, 3, 4 Последовательных выводка Издавна человек наблюдал за волками И пытался перенять их структуру общества Методы ведения войны и поведения Нужно было быть умнее, хитрее и выносливее Чтобы выжить в жестоком мире И тех, кто показывал такие качества Называли волками Так называемые псы войны Они в некоторых традициях Это волки войны Значит, воинские культы Воинские посвящения Инициации войнов Сопровождались волчьими атрибутами Это были или волчьи шкуры Это были или танцы Которые имитировали поведение волков Для воина было очень важным В том числе, это, кстати, и причина По которой появились, возможно, мифы Об обратничестве Это древние воинские посвящения И древние тайные мужские сообщества В которых был культ волков Волчьей стаи Жители Тамбова весьма гордятся Вот этой надписью при въезде в город Тамбовские волки ничем не отличались От любых других Неизвестны здесь и легенды про оборы Волками издавна прозвали местных поселенцев Которых в прямом смысле Кормили ноги Тамбовская губерния была одной из беднейших провинций И крестьянам в поисках заработка Доводилось проходить десятки километров в день Волк это единственный из хищников Средней полосы, который живет и охотится в стае В поисках пищи он может пробежать До более 100 километров в день Точно так же и тамбовские крестьяне Я уже сказала, что они работали артельно Или в товарищах И работали, на работу уходили очень в дальние губернии В древности верили, что имя определяет судьбу Скорее всего отсюда и появились традиции Называть себя волками И маскировать воинов под лесных хищников Так люди считали, что они перенимают способности волков Возможно в этом заключен элемент магии Посредством определенных магических действий Человек, не теряя человеческого образа Приобретает сверхкачество животного Обоняние, слух, улучшение зрения Скорость Отсутствие страха Абсолютная рациональная логика Во время, в частности, ведения боевых действий Отсутствие паники Возможно, великая тайна оборотничества скрыта в каждом из нас В неизмеримых современными приборами связях человека с миром природы В неисследованных глубинах подсознания В загадке происхождения видов В нас кроются безграничные возможности Которые мы забыли, выбрав техногенный путь развития Мы окружили себя электронно-железной броней Создали совершенные двигатели, оружие, средства обнаружения и защиты Только волки по-прежнему сильнее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok